Добрый день всем, кто зашел в гости на мой канал. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня я хочу рассказать вам об ошибках, которые очень часто допускаются при поливе фиалок. В этом видео речь пойдет о верхнем поливе. На это видео меня сподвигла моя знакомая, которая где-то пару недель назад пересадила свои фиалки, и они у нее благополучненько начали пропадать. Я, конечно же, пошла посмотреть, что у нее случилось, и поняла, что причина связана с поливом. Фиалки после пересадки получают стресс. При всем при этом это не просто стресс в пересадке, а еще идет нарушение корневой системы. То есть мы обрываем старую корневую систему, и те корешки, которые мы оставляем, более как бы хорошие, они получают какие-то там травмы, микротрещины. Плюс ко всему при пересадке фиалки удаляются какие-то листики, то есть старые листики, какие-то больные, некрасивые, нездоровые мы тоже удаляем. И на стволике тоже образуются ранки, трещины. И вполне логично, что за фиалкой после пересадки нужно следить более тщательно. И в первую очередь нужно разобраться с поливом. Нельзя допускать пересушек и нельзя допускать залива. Также нужно правильно поливать. Я попросила ее показать, как она поливает свои фиалки, и, в общем-то, была удивлена. И, кстати, не одна она так, оказывается, поливает, а пока поливает так фиалки. И моя мама, поэтому у нее тоже благополучненько пропали фиалки, которые я у нее пересаживала. Вот, в общем-то, вот такие обычно бутылочки у всех с такими трубочками. И именно такой бутылочкой большинство фиалочников совершают полив. А значит, как поливают? Смотрим, да. Я поливать не буду, просто вам покажу. Вот так вот подносят к центру розетки, и туда вот в центр розетки льется вода. Причем льется часто до тех пор, пока не польется с дренажных отверстий. Так делать нельзя, ни в коем случае. Тем более, если вы только недавно пересадили растение. Вот, нужно обязательно поливать по краю горшочка. Вот так вот, осторожненько, аккуратненько. И ни в коем случае не лить до тех пор, пока вода не польется с дренажных отверстий. Просто увлажняем верхний слой грунта по краю горшочка. Дальше влага сама распределится, особенно если фиалка растет в тяжелом каком-то универсальном грунте. Такой грунт более влагоемкий. И следить за количеством воды нужно, так сказать, тщательнее. При всем при этом нужно еще понимать, что фиалки растут по-разному. Вот, смотрим, вот такую вот розеточку. Здесь как бы листики больше вверх. И если такую фиалку вы немножко зальете, то доступ воздуха здесь как бы больше. И грунт, возможно, как-то там и просохнет. Фиалка сможет впитать лишнюю влагу, которую вы ей дали. Ну и сам стволик, как бы, тоже к нему доступа воздуха больше. А фиалки еще растут у нас вот так. И вот, представляете, здесь доступ воздуха меньше, листиками все закрыто, да. И вы будете постоянно вот так вот под стволик лить, да еще и много лить. Вот, это, в общем-то, нельзя этого делать, ни в коем случае. Она у меня вот знакомая спросила, а что же делать? Может, мне их с поддона поливать? Но с поддона тоже не выход. С поддона можно поливать уже взрослое растение, у которого хорошая, да, корневая система. Тогда можно в поддон полить. А если это растение только пересаженное, вот, то поливать в поддон, это будет, ну, я не знаю, это нужно очень хорошо чувствовать растение, чтобы налить количество воды немало и не лишнее. Вот, поэтому я не знаю, лучше всего осторожно поливать по краю горшочка. Я поливаю иногда в поддон, но есть у меня такие детки, которые на верхнем поливе растут, да. И вот если я вижу, что корневая система уже вот приблизилась к дну стаканчика, тогда, да, я могу не доставать фиалку и не поливать ее по верху горшочка, я могу ее полить в поддон. Но, опять же, я не лью очень много воды, и вот такой полив в поддон я чаще всего чередую с верхним польем, чтобы не пересыхал верхний слой грунта, если вдруг я мало полила в поддон, потому что будет корневая система, вот, которая вверху у нас, вот здесь вот на поверхности, да, будет отмирать от засушки. То есть вот наши эти комментарии, как вы поливаете, поливаете ли вы тоже так свои фиалки под стволик, или же все-таки поливаете по краю горшочка, ну и какие виды полива вы используете, и какие виды полива вам больше всего нравятся. В общем-то на этом вам всем всего доброго, до свидания.